А во Франции судебно-прокурорское расследование начали против супруги и детей кандидатов в президенты Франсуа Фиона. Их подозревают в незаконном трудоустройстве. Ранее, напомню, следствие по делу вела только полиция. Теперь фигурантам может грозить домашний арест. Оксана Кундеренко продолжит. Расследование финансовых схем Франсуа Фиона вышло на новый уровень. Всего одна страница документа означает, что дело уже не в руках полиции. Теперь им занимаются прокуроры и следователи. У них гораздо больше полномочий, вплоть до прослушки телефонов и помещений, подозреваемых под домашний арест. Я чувствую вашу поддержку. Вы на моей стороне. Ваши силы придают силы мне, и я верю в победу и не обращаю внимания на политические нападки. Сам Фион Яра защищает своих родственников и повторяет мантру об их невиновности. Но для него лично в таком повороте событий есть некий плюс. Имя Франсуа Фиона в новом расследовании не упоминается. Это чистой воды Пенелопа-Гейт. История супруги Пенелопы, которая якобы работала помощницей в парламенте и получала за это сотни тысяч евро. Работала ли на самом деле, либо же должность была фиктивной, следствию предстоит установить. У нас здесь есть кандидат, который считает справедливую работу судебной системы предвзятой. Очень странно, и мне бы хотелось ему напомнить, что работа президента как раз и заключается в том, чтобы обеспечивать беспристрастность закона. Для участников президентской гонки сегодняшние новости лишний повод выставить противника в худшем свете. Тем более, что под следствием еще и дети Фиона, дочь Марии, сын Шарль получали гонорары за некие юридические услуги, когда еще не имели адвокатских лицензий. Все они по итогам расследования могут быть либо оправданы, либо оказаться фигурантами уголовного разбирательства. Такая беда с ним приключилась. Он же такой хороший человек и должен стать президентом Франции, потому что у него одного есть программа для лучшей жизни французов. До коррупционного скандала победитель первых в истории Франции праймерис и кандидат от республиканцев был фаворитом президентской гонки. Сейчас же Фиона опережают и ультраправая Марин Липен и центрист Эммануэль Макрон. И выборы, согласно некоторым опросам, могут закончиться уже в первом туре.